Дорогие братья и сестры, апостол Павел говорит такие слова. Все, что было в Ветхом Завете, было прообразом для Нового Завета. Все, что было в Ветхом Завете с народом израильским, было прообразом для Церкви Христовой. И поэтому, братья и сестры, если что понять, многие факты из истории Церкви нужно посмотреть в Библию, в историю Ветхого Завета. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим Нину Увачи очень важную историю, которая поможет нам ответить на многие вопросы. В первой книге царств рассказывается, жила два священника, Офни и Финиес. Они были нечестимы пред Богом. Они заботились только сами о себе, а не о народе израильском. Когда приносили жертву Богу, они забирали самые лучшие от этой жертвы, так что народ Божий гневался на них, серчал и даже больше не хотел приходить ни к Богу, ни приносить жертвы Господу. Об этом в Библии говорится такие слова. «И грех этих священников был весьма велик пред Господем, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Люди видели, что они только о себе заботятся и не хотели больше ничего приносить. Братья и сестры, Бог задумал наказать этих священников, уничтожить, убить их. Произошла война между израильтянами и филистимленинами. Израильтяне взяли с собой на войну ковчег Завета. Они с большой радостью и верою принесли его в стан войска, твердо веря, что теперь они победят. Ведь ковчег был великой святыней. С помощью ковчега народ израильский прошел через речку Иордан. Во время того, когда священники только вступили в речку Иордан с ковчегом Завета, воды раступились, и весь народ легко прошел через него. Возле ковчега Завета, братья и сестры, морился Моисей. Бог открывал тайны для Моисея. Разговаривал с Моисеем возле ковчега Завета. Однажды один простой человек, Оза, прикоснулся к ковчегу, и его рука отсохла. Настолько была великой святыней этот ковчег, что простой человек не мог к нему прикасаться. И израильтяне были уверены, что такой святыней они победят. Но вот произошла битва. В этой битве погибло 30 тысяч израильтян. Ковчег Завета был захвачен перестеленными, а священники Офни и Финьез были также убиты за грехи, которые они делали. Но печально то, что не только они погибли за свои грехи, но и 30 тысяч народа израильства. Но, видимо, братья и сестры, здесь явное указание, что за грехи священства гибнет народ. Святыня была захвачена в плен филистинами неверными. Далее. Филистинами вернули через некоторое время ковчег Завета, потому что в их городах начались бедствия и проблемы. Поэтому они вернули. Но сам факт остается фактом. Множество бед произошло в народе израильском за грехи Офни и Финьеза. Эта история повторилась еще один раз. Когда уже был построен храм Соломона, уже прошли столетия, И опять священство израильское, ветхозаветное, опять развратилось. И сами развратились. И народ Божий также возле них перестал чтить Бога истинно. Многие обратились к идолопоклонству. Из-за этих грехов священства Бог наказал народ израильский. Пришел вавилонский царь и уничтожил Иерусалим, уничтожил храм. А сосуды храма, то есть опять-таки священные сосуды, святыня Божия, были отнесены в Вавилон. Братья и сестры, пророк Иезекииля об этом так и говорит о грехах священников того времени. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, извлеки пророчество на пастыре Израилевых, извлеки пророчество и скажи им, пастыре, так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые послеса себя самих. Не стадули должны пасти пастыри, но слабых они не укрепляли. И больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали. Оправили ими с насилием и жестокостью, и рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделали пищу и всякому зверю полевому. «Блуждают овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их, посему пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, вот я на пастырей и взыщу овец моих от руки их». Да, братья и сестры, священники настолько были жестоки, настолько правили со властью, что народ отвратился от истинного Бога, и были готовы лучше поклоняться идолам, чем истинному Богу. За грехи священства народ отступал в идолопоклонство. Народ оставлял веру, и уходили всякие ереси и всякие языческие верования. Вставали даже многие неверующими из-за грехов священства. И из-за этих грехов пришел Вавилонский царь и уничтожил Иерусалим, священников, и многие сотен тысяч людей израильства погибло в этой войне, а другие были отведены в плен на 70 лет. Итак, братья и сестры, в Новом Завете эти истории повторились. В 1449 году на Ферраро-Флорентийской унии Казадинопольский патриарх вместе со священниками, епископами, вместе с императором подписал унию с Папою Римским. Мирный договор и приняли фактически веру католическую. Ради чего? Только ради одного, что Папа Римский помог им в борьбе с мусульманами, турками, которые надвигались на Константинополь. Надеялись, что Запад им поможет. Не на Бога надеялись, а надеялись на Папу Римского. И что же произошло? Через пять лет, в 1454 году, Константинополь пал под наплывом мусульман, а граммы Божии были обращены в мечети. Вот так, братья и сестры, был наказан греческий народ, греческие священства, за то, что они не надеялись на Бога, а понадеялись на Папу Римского. Но только, братья и сестры, они пострадали. Но только храмы Божии были пленены и обращены в мечети. Но сколько тысяч простого народа погибло из-за этих грехов? Теперь, братья и сестры, посмотрим на 20 век, 1918 год. Похожая история. Революция. Храмы разрушаются. Священники убиваются. Гражданская война, где идут тысячи людей. Какая же в этом причина? Кто был в этом виноват? Почему святая Русь вдруг стала Русью атеистической, безбожной и уничтожала храмы Божии? Причем, что удивительно, что еще в 1938 году при пересенаселении очень большая часть народа, около половины народа или даже больше себя назвала православными. То есть люди верили в Бога, называли себя православными, но вместе с тем не верили в священников. Разрушали храм. Почему так? Чтобы, братья и сестры, это понять, я расскажу историю, которую рассказал мне один дедушка о своем, о своем дете. И так он рассказывает. Его дед жил в Царской России, был прихожанином одного храма, учился в воскресной школе. Вот однажды священник во время урока на воскресной школе попросил его принести книгу из его дома. Тот подошел к дому, постучал в двери, его никто не открыл, он сам открыл дверь, зашел, начал искать матушку, чтобы попросить у нее книгу. Он зашел на кухню, и что же он увидел? Матушка жарила курицу, а был в Великий Пост. Парень настолько растерялся, у него до речи пропало, даже захотелось ему заплатить. Он извинился и со стыдом убежал. Ему было стыдно, что он увидел как бы чужой грех. И он убежал вообще и от священника, и из церкви. И больше туда никогда не приходил. А потом, когда братья и сестры храмы эти рушились, и священников убивали, он был в числе этих же разрушителей. И такие братья и сестры, как он, было множество, которые показывают нам о нравственном падении того священства. В духовных семинариях курили, было часто забастовки семинаристов. В одной из семинарий даже убили проректора по воспитательной части студенты семинарий. Убийства даже были. И что, братья и сестры, удивляться, что Иосиф Сталин вышел из духовных семинарий. Ведь это о чем-то говорит. Он поступил в духовную семинарию верующим человеком, а на втором курсе потерял веру, стал атеистом. И уже вышел из семинарии борцов с церковью. И таких, как он, которые делали революции, было множество. Сами даже священники о своем нравственном падении того времени говорили, что они достойны наказаний, которые их постигли. Митрополит Кирилл Смирнов, новомученик, говорил в своей беседе с патриархом Тихоном Белавином такие слова. Мы на то только и годны, чтобы за наши грехи в канцлагерях и тюрмах сидеть. Патриарх Тихон хотел освободить Кирилла Смирнова, подписавший договора и мирные угоды с советской властью. Но Кирилл Смирнов говорил, не надо этих компромиссов. Не надо компромиссов с грехом. Мы и так уже много нагрешили. Нужно и пострадать теперь за свои грехи. И так, братья и сестры, священники поняли, новомученики, исповедники осознали свою ошибку. И нужно было 70 лет опять этого Вавилонского плена, безбожной атеистической власти. Причина? Братья и сестры считают, что опять-таки, как говорил и Кирилл Смирнов, и как учит нас Библия, грехи священства привели к этому безбожию, что народ верующий стал друг неверующим. Еще, братья и сестры, я хочу привести к ним очень важный факт, который опять-таки показывает нам, почему народ отвернулся от церкви. В 1919 году, буквально через год после февральской революции, после отябрьской революции, начали вскрывать мощи. Был такой декрет о вскрытии мощей. Для чего это было сделано? Народ обычный и простой верил, что все мощи святых нетленны. А священники им об этом ничего сильно и не говорили. Потому что на самом деле не все мощи святых нетленны. Да, есть очень много нетленных, но есть, братья и сестры, очень много. И тех мощей, от которых остались только одни косточки. К примеру, Серафим Саровский. И на Афоне там нету, братья и сестры, нетленных мощей. Там узнают о святости жизни человека по цвету его костей и по аромату. Если цвет от костей такой восковой, медовый, идет приятный аромат, значит, человек был из святой жизни. То есть нет как бы такого нетленения, обязательной характеристики. Итак, братья и сестры, мы видим, что народ увидел, увидел, что мощи на самом-то деле не все нетленны. И они были как бы в отчаянии. Им же все говорили, священники, что вот мощи не тленны, а получается не так. Они поняли, что их обманывают. И, конечно же, братья и сестры, после этого вскрытия, этого мифа, обмана, люди отвернулись, очень многие, от храмов и от церкви. Итак, братья и сестры, еще одна причина, почему люди сами потом начали и выносить из храмов и иконы, и все остальное. И храмы превратились в зернохранилища, либо же какие-то другие хозпостройки, либо их просто уничтожали. Братья и сестры, этот урок из истории церкви очень важный для нас. Потому что кто забывает уроки истории, тот опять повторяет ошибки истории. Братья и сестры, если мы сейчас не вспомним того урока, за какой Бог прогневался на Офне и Фининеса, не вспомним ихнюю жадность, что они только искали жертву, жертвоприношений, и из-за этого народ перестал ходить в храм, перестал приносить эти жертвы. Если мы вспомним слова, которые пророк Изекииля обличает священников, что они только сами себя опасли, а про народ не беспокоились, только сами тучнели, стригли овец, закалывали овец, только о себе, в своей выгоде не беспокоились, а не беспокоились о спасении. И народа израильского не учили закону их, а только сами себя опасли. Братья и сестры, если мы не поймем и не сделаем очень важные выводы из этого, мы можем опять повторить ошибку и можем опять попасть в наказание Божие, которое может быть куда похлеще, чем 1918 год. Братья и сестры, да дарит нам Господь Бог покаяние, да дарит нам Господь Бог милость Свою, в разумлении и страх Своей святый, не повторять ошибки прошлого, но со смирением, с мудростью и любовью к Богу быть верными Господу Богу. Аминь.